Всем привет! В эфире обзоры мобильных игр от MoQA, а у микрофона я, Амортис. Сегодня мы с тобой поучаствуем в космических гонках, сколотим отряд для борьбы со злом, отдубасим несколько десятков зомби бейсбольной битой, научимся управлять королевством, сыграем в баскетбол, а также построим укрепленную военную базу. Поехали! Первая игра на сегодня — гоночная аркада Future Racing 3D. Как и следует из названия, главная тема оформления игры — футуристичность всего, что происходит вокруг. Локации оформлены так, что напоминают то что-то из звездных поинт, то из того же трона. Скорости динамика, кстати, чувствуются отлично, а скорости в этой игре действительно космические. Также в гараже можно наворачивать уже имеющиеся корабли и покупать новые, репостить свои рекорды в соцсети и многое другое. Вторая игра называется Summon Masters, и это RPG. Разработчики, по-видимому, пытались выполнить её в стиле олдскульных японских RPG-шек, с полосками жизни и уроном, который отображается цифрами над головой персонажей. Графика здесь такая вот мультяшно-няшная, что, кстати, довольно неплохо. Игра как бы не пытается выглядеть серьёзнее, чем она есть. Главная фишка игры — это то, что под твоим командованием не какой-то один персонаж, а целый отряд. Не сказать, чтобы это было чем-то новым в играх вообще, но на мобильных девайсах подобного достаточно мало. Следующий. А следующий — Zombie Age 2. И это довольно стандартный слэшер про зомби. Но стандартный не значит плохой. Вообще, слэшер — это нечто такое динамичное и в то же время расслабляющее. И эта игра не стала исключением. Играем мы, само собой, за выжившего, который вынужден пробиваться к спасению через толпы живых мертвецов. Помимо основной задачи выжить, каждая миссия имеет ещё и подмиссии — убить больше 60 зомби, к примеру. Чем больше ачивок наберёшь, тем больше звёзд получишь за уровень. Далее — Age of Warring Empire. Это стратегия в фэнтезийном мире. Ну, магия и всё такое. И, по словам авторов, главным плюсом игры является взаимодействие пользователей, которых много. И, кстати, их и правда много. Ты можешь заключать альянсы или уничтожать соседей под корень. Всё в твоих руках. Это стратегия. Вот и мысли как стратег, исходя из своих предпочтений и убеждений. Строй себе город, собирай армию, налаживай дипломатию — всё в твоих руках. По крайней мере, пока не придёт более сильный соперник. Следующая игра — баскетбольный симулятор NBA 2K14. В принципе, симулятор как симулятор. В плане управления оно довольно стандартное для подобных игр и довольно гладкое. Тут всё просто. Команды, турнирные таблицы, лидеры. Особой оригинальности не наблюдается. Особо хотелось бы отметить приятную графику и взаимодействие, и кинематику персонажей. Во время игровых пауз, перерывов и, не знаю, небольших заставок, чуваки обнимаются, жмут друг другу руки и вообще ведут себя почти как живые. Это очень погружает в игру, так что советую всем любителям баскетбола. Ну и последняя на сегодня игра — Battlefront Heroes. Для этой игры требуется постоянное подключение к сети, но это неудивительно, ведь она опять-таки завязана на взаимодействии игроков. Это такой милитаризированный сим-сити с графикой весёлой фермы, где ты строишь свой город. Но цель города — не только и не столько просто функционировать, сколько создавать армию. Ну и защищать себя от внешних нашествий, разумеется. Так что защитные турели, казармы и прочие прелести военного городка в твоём полном распоряжении. Стройся, развивайся, создавай армию, кооперируйся с друзьями и в атаку. Ну а у нас на сегодня всё. Если понравился обзор, подписывайся и ставь лайки. С тобой были Фёдор Амортиз, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До свидания.